И Даниил Некрасов, Липецкая область, завершает список участников. Я думаю, потом увидите. Посмотрим. Да, ребята на старте. Ну, надо сказать, что из одной пятидесяти вот уже наши спортсмены выбегали. Но это не тот результат, о котором нам интересно говорить. Здесь хотелось бы, чтобы одна сорок восемь, ну, как минимум, было. Ну, хорошо. Если соперничество будет, то, может быть, и чуть побыстрее получится. Потому что и Николай Вербицкий, и, ну, уж прежде всего, конечно, Константин Холмогоров. А может быть, что-то и Константин Лохотников сможет предпринять. Вот смотрим с вами. Пока Некрасов впереди. 200 метров, 26.52. Ну, не самым быстрым. Ну, быстрее, в общем, чем из одной пятидесяти они, как минимум, начинают. Ну, думается, что Некрасов все-таки, мне кажется, что... Разгоняет. ...помогает. Ну, дай бог, чтобы он, как следует, Константин Холмогоров встает, да, встает следом. Ну, если сейчас вот будут ускоряться дальше, потому что, если не будут, то начнется... 400 метров, смотрим. Ненавидимое. Ненавидимое время. Неплохое время на 400 метров. Ненавидимое это вот тактическая наша борьба на уровне 1.50. Это просто... Так, Константин и Плохотников. Вот Плохотников, да. Вот два Константина пошли. Пошли бороться. Отлично. И Вербицкий за ними. Вот-вот, здорово. Вот эта тройка, если Коля сейчас сможет прибавить, не знаю, в каком он там состоянии, нет. Вербицкий, судя по всему, не сможет поддержать этот темп. Некрасов продолжает бороться за позицию. Последний круг. Терпит, терпит. Зря мы про него так говорили. Терпит. Он-то был настроен на свой лучший результат. Молодец. Холмогоров, Некрасов, Плохотников. И Холмогоров все-таки, да, прибавляет. 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 А вот дальше будет борьба, и Вербицкий вернулся в борьбу. Вербицкий возвращается в борьбу и идет вторым. Уже второй обгоняет Плохотникова. Да, конечно, Холмогоров первый, вне сомнения. И Вербицкий все-таки вырывает серебро. Ну, вот вы видели время. Это 1.48.96. Ну, 1.48, которую мы просили, они сделали с большим трудом. Ну, да. Казалось, все-таки, казалось, что побегут на... Побыстрее. Да, чуть побыстрее. Ну, молодцы. Было поинтересно. Ну, все-таки, да, поборолись. И знаете, кому больше всего надо спасибо сказать? Некрасову. Нет, я думаю, что Константину Плохотникову. Вот он. А вы думаете, он немножко взбодрил Холмогорова? Да, и Холмогорова, и остальных. Как-то вот он... Это же не его дистанция, да? Поэтому... Да, да. Он показал, кстати, неплохое время. 1.50.18. Николая Вербицкого. 1.49.97. И... Ну, Некрасов все-таки молодец тем, что не испугался борьбы. А время таки нам ухудшили. 1.49.05. Время победителя в итоге. 48. Решили не давать. А время, Данила Некрасова, 1.50.34. Сейчас все результаты вы увидите на своих экранах. А пока вот фрагменты борьбы. Вот Костя, видите, успевает посмотреть. Но, конечно, тяжело для него было. Тяжело удалось, но в призах. Молодец. Да, он отлично провел эту дистанцию. Которая, конечно же, не типична для него. Так, к слову, все-таки скажем, что есть за что бороться. На русской зиме невиданные в этом смысле за последнее время призовые. Да, очень хорошие призовые. 200, 120 и 80 тысяч за первое, второе, третье место этого.